Здравствуйте! Итак, сегодня мы с вами поговорим о фирменной рознице. Вообще, как Наталья уже сказала, понятие фирменной розницы, оно достаточно многоликое. Это не только непосредственно многочисленные магазины продуктов питания, это могут быть стартапы небольших крафтовых производств, одежды, детских товаров. Это, конечно же, магазины техники и также условно к фирменной рознице мы можем отнести также пекарню, о которой сегодня уже говорили, и кулинарию, потому что, по сути, это тоже является производством. И вот сегодня мы поговорим о том, как правильно создавать сеть фирменных магазинов, как правильно развиваться на рынке ритейла, сколько открывать магазинов, когда, где. И самое главное, в чем же действительно фирменная розница отличается, скажем так, не от традиционной, а от тех людей, которые начинали именно с рынка ритейла. А производитель в данном случае, он начинает от производства и приходит на рынок ритейла, иногда не совсем готовым к этому. И вот поговорим о том, какие ключевые отличия фирменной розницы и как поставить их на службу бизнеса, как добиться успеха. Очень важно преодолеть свои ограничения, не совершать ошибок, понять, что у вас есть, чего нет, чего, соответственно, меньше и больше, лучше или хуже по сравнению с традиционными сетями. Об этом мы будем говорить, а также о том, как создать именно сеть, то есть не просто открыть некий магазин при фабрике, а при заводе, а реально действующую сеть магазинов, которая будет самодостаточной и которая будет приносить вам прибыль и удовольствие от работы, а не только мучения. А скажем о том, как правильно выбирать места и в чем здесь тоже отличие для фирменных магазинов, какие возможности предоставляет нам сегодня рынок. А в чем отличается организация места продажи, какие есть особенности в планировке, дизайне и создании атмосферы фирменных магазинов. А еще мы скажем о формировании ассортимента, в том числе, сколько должно быть собственной продукции, как правильно подбирать ассортимент сопутствующих товаров, так, чтобы получать нормальную отдачу с квадратного метра, потому что мы оперируем все-таки розничными принципами. Это магазин, он должен приносить прибыль с метра, офлайн традиционный магазин. И немного скажем о продвижении бренда вашей фирменной сети. И самое главное о том, как все это реализовать, как начать, как должен выглядеть пилотный проект, А как правильно открывать первый магазин и сколько магазинов надо открыть в первое время работы, чтобы... Немного о нас. Здесь вы видите карту наших проектов. Всего мы делали проекты 214 торговых центров, спроектировали 3,5 миллиона квадратных метров площади, участвовали в проектах по 52 розничным сетям и более 600 магазинов. Это происходило в России и 12 странах ближнего зарубежья. То есть практически в самых разных условиях, в условиях больших городов, мегаполисов, маленьких городов, в самых разных климатических зонах и на территориях с абсолютно различным доходом. Но, кстати, что интересно, что ошибки производителей при создании фирменной розницы, они, к сожалению, повторяются до сих пор, хотя прошло уже много лет, и с каждым годом рынок становится более развитым. И хотим сейчас спросить у вас. А у нас, собственно, есть фирменная розница в зале? Есть, да? У кого уже работают магазины? А кто планирует открывать? То есть еще магазинов нет, да? Одна точка. Киоск. Или вы знаете точка? Нет. Ага. И давайте теперь так. И продукты. Кто у нас продукты? Ага. И нонфуд, соответственно. Нет нонфуда, только одни продукты? Не вам. А, вон, есть у нас нонфуд. Хорошо. Сегодня у нас вкусное. Самое главное, начинаем всегда с целей. То есть принципиально мы должны понять, чего мы хотим добиться при помощи фирменной розницы. Но первая причина, что нам нужно, понятно, да, это продать как можно больше своей продукции. Она здесь понятна и тем, кто занимается фирменной розницей, и производственникам. Здесь как бы есть полное понимание с обоих сторон. Следующий момент – это достойно представить свою продукцию, ознакомить со своей продукцией потребителей и повысить их лояльность. Тоже лучше всего это можно сделать, конечно же, в своей фирменной рознице. Будь то магазины или даже какие-то корнеры. Важный очень момент, с которым сталкиваются многие производители – это необходимость обойти ограничения, связанные с продажами через сети. И снизить давление розничных сетей на свой бизнес. То есть иметь свой свободный канал, по которому можно продавать свою продукцию и продвигать ее, иметь связь с покупателями. Также есть еще один важный значимый момент, который не всегда в полной степени понимается. Это диверсификация бизнеса и зарабатывание денег на рынке ритейла. То есть, когда вы выходите в ритейл, то здесь вы можете зарабатывать не только от своей продукции, но и от сопутки, и в некоторых случаях даже от продукции конкурентов. И получается, что у вас появляется еще один значимый канал, то есть диверсификация бизнеса. Также при помощи фирменной розницы мы можем выйти на новые рынки и уже мы говорили, что расширить канал избыта. И вот когда мы говорим об этих целях, то всегда надо выбирать главную. Вот мы видим, что все-таки заработать деньги на рынке ритейла, а это одна из основных целей. Потому что когда вы заходите в какой-то новый бизнес, ну не имеет смысла уже сразу оправдывать себя и говорить, ну вот эти магазины, они нам нужны, чтобы продвигать только, чтобы знакомить. Нет. Только чтобы выбирать объемы. Всегда надо зарабатывать деньги, если вы за что-то беретесь, надо делать хорошо, но это очевидно. Что дает производителю собственная розничная сеть? Ну прежде всего, это как уже мы несколько раз успели отметить, это деньги. При грамотной работе розничная торговля приносит хорошую прибыль. При грамотной работе. При неграмотной она может очень быстро разорвить вас. Вот. И для производителей, для поставщиков это тоже очень важный момент. Второе. Слава. Розничная сеть это инструмент для рекламного воздействия и увеличения лояльности потребителей к своему бренду. Даже возможность вести пиар определенную работу. Вот. Магазины, третье, это влияние. Магазины позволяют выйти напрямую к потребителю, снизить давление, снизить влияние и зависимость от розничных сетей. Преодолеть эффект бутылочного горлышка, то есть когда на полках места намного меньше, чем хотели бы иметь поставщики. Этот эффект бутылочного горлышка, он в значительной степени негативно воздействует на поставщиков и производителей. Расширение каналов сбыта. Но вы должны иметь несколько разных каналов сбыта, в том числе и через фирменную сеть. Ну, очевидно здесь все. И шестой пункт, это помощь производству. Своя сеть, это очень мощный маркетинговый инструмент. Он позволяет иметь напрямую контакт с покупателем, напрямую узнавать его вкусы, предпочтения, мнения, как он в действительности покупает. А не так, как это проходит через призму другого торговца. То есть напрямую вы можете иметь информацию. И в том числе в некоторых случаях и в целом по рынку, и по конкурентной ситуации тоже можете иметь. И также можно пробовать многие новинки, проводить тестирование, дегустации, презентации. И отрабатывать приемы маркетинга, которые позднее вы будете применять и в чужих розничных сетях тоже, если есть необходимость. То есть в плане маркетинга у вас появляется новый мощный инструмент. Некий полигон для тестирования, для отработки своих решений, где вы можете сразу какие-то идеи свои проверить, в дальнейшем отказаться, либо внедрять их дальше. Итак, чем отличается фирменная розница от обычной? Производитель, когда создает свою розничную сеть, всегда должен оценить свои ресурсы и понять, вот хорошего, что есть у производителя. Ну, во-первых, это своя продукция, которая может, вы можете ее видоизменять, можете выпускать новые товары, все что угодно. То есть здесь вы распоряжаетесь, вам не надо искать поставщиков. То есть вносить определенные изменения в характеристике товара, в его рецептуру. И здесь происходит, опять-таки, вот этот инструмент, он может работать напрямую. Не факт, что он всегда работает, чаще всего в имеющихся сетях он очень часто не работает, и мы позднее объясним, почему. Но потенциально такая возможность есть. А второе, это возможность изменять ассортимент характеристики, теоретически все это тоже в ваших силах. А третье, знание конкурентов именно производителей. То есть производитель, как правило, прекрасно представляет, чем вообще занимаются его конкуренты, чем отличаются бренды от товара. Но конкуренции в сфере именно ритейла производители очень часто не знают. И не знают даже таких простых вещей, вот когда спрашиваешь, а какой тип площадки вы ищете, какие магазины, какие торговые центры. И вот здесь даже не знают, а как вообще подразделяются форматы магазинов, какие бывают торговые центры и как их оценивать, по каким критериям. Поэтому хорошее знание конкурентов, оно как правило относится именно к сфере производства и технологий. Четвертый положительный фактор, это гибкая ценовая политика. В принципе, вы можете изменять все при необходимости. А прямой контакт с покупателем, потому что производители имеют свой сайт, имеют горячую линию и так далее. А что касается маркетинга, то здесь хорошее знание со стороны именно производства. То есть, в принципе, вы представляете или надеемся, что все представляете, кто ваша целевая аудитория и как позиционировать свою продукцию. Но это вот опять же со стороны производителя и поставщика. И чего фирменной розницы обычно не хватает? Самое первое, самое частое, с чем мы сталкиваемся, опыта в торговле. И существенная недооценка торговых технологий. То есть, как правило, производитель думает, что торговля это очень легкий процесс. Берешь подешевле, нацениваешь подороже и все прекрасно. На самом деле, это не совсем так, если не сказать, что совсем не так. И одна из ошибок, первых ошибок, которые совершает производитель, это начинает открывать магазины без создания кадрового аппарата ритейла. Говорит, а зачем? У нас есть маркетолог на производстве, у нас есть, соответственно, реклама, пиар. Они все с этим справятся. Вот это одна из самых первых ошибок. Здесь нужно мышление именно розничное и все-таки кадры, которые имеют определенный опыт в торговле. А дальше, чего не хватает? Понимание конкуренции на рынке ритейла. В том числе в различных форматах. Сейчас очень интересные появились для фирменных магазинов. Очень интересный формат, развивающийся. Во-первых, это фреш-маркеты. Вот просто рай для того, чтобы туда зашли производители. И, во-вторых, это специализированные продовольственные торговые центры. Вот там, где может присутствовать даже один или несколько, вот один или два якорных арендатора продуктовика. И галерея из специализированных магазинов, из узкоспециализированных. Поэтому в связи с этими возможностями, которые открываются, вот надо оценивать, далеко не все проекты современных фреш-маркетов в России успешные. Вот по нашей статистике, где-то на один успешный современный фреш-маркет приходится три неуспешных в регионах. Которые просто скопированные, посмотрели, взяли, вот формат такой, где-то пошел, там, да, в Москве, в Екатеринбурге, в Кемерово. И сделали у себя точно такой же, без учета местного рынка, местных особенностей, в том числе местных производителей. И еще чего не хватает, это может вам не хватать поставщиков, поставщиков сопутствующих товаров. Но я хотел еще подчеркнуть, что вот знания рынка торговой недвижимости очень не хватает людям. И часто даже место не могут себе правильно выбрать и в стрит-ритейле, и в торговых центрах. Вот, и зачастую это является одной из причин плохой, неудовлетворительной работы, даже краха. Да, одна из ошибок – это открыть первые магазины на месте с низкой арендной ставкой и, соответственно, со слабым трафиком. То есть этот проект, он просто обречен. А что может вам помешать, как производителю, на пути создания своей фирменной розничной сети? Конечно же, это мышление производителя, когда думают не в рублях, не в суммах реализации прибыли, а как они привыкли на производстве. То есть в тоннах, в штуках, в парах. В натуральном измерении. Постоянно мы сталкиваемся, когда общаемся с производителями, просим структуру товарооборота по их продукции. Нам дают эту структуру. И, вы знаете, больше половины случаев она оказывается не в рублях, а в количественных единицах. То есть нам для продаж неинтересно, сколько вы продали по рублю или сколько тонн колбасы. Интересно, что именно продается в деньгах и что пользуется спросом. Насколько это эффективно? Также сколько там тонн краски продали, вообще неинтересно. Очень часто в фирменной рознице определяющим является мнение производственников. То есть фирменные розницы часто говорят, продавайте то, что мы производим, а не советуйте нам производить то, что пользуется спросом. Потому что продавать то, что пользуется спросом может каждый дурак, а вы продавайте то, что мы производим. То есть получается, что фирменная розница, она заведомо ставится в слабую позицию. Я уже не говорю о том, что часто просто канал может использоваться для продажи неликвидов и просрочки. Просто когда как бы по-родственному так обязывают, что давай продавать то, что нам нужно. С сторонней сетью розничной, конечно, никто на такие вещи не решится. А своя, когда сеть, ну вроде как бы им и отказать очень трудно в такой ситуации. Можно всегда отправить то, что неликвидно. Торговля может рассматриваться как придаток производства. И, соответственно, сами менеджеры не пользуются особым уважением, не дают им ресурсов. Говорят, это не важно, мы направим всегда на новую технологическую линию. Ну, а вам надо новое торговое оборудование? Ну, ничего, подождите пока. Вам нужно ремонт в магазине, интерьер, атмосфера, обойдетесь. Поставили товар, продавайте, что вы не продаете. Вот, конечно, так решать задачи без ресурсов совсем. Это сложно, а иногда именно поэтому пилотный проект проваливается. Когда просто дают товар без поддержки, без ресурсов, без бренда, без раскрутки и без всяческого серьезного подхода. И также еще мешает производителям желание максимально представить свой ассортимент. Очень нагружают торговые точки ассортиментом. Получается очень большая группа С. И так вот постоянно из квартала в квартал эта группа С тянется. Получается, часто просрочка. Какие получаются? Еще в магазинах фирменных иногда размещают огромное количество рекламных материалов, которые покупателям малоинтересны. Которые касаются каких-то внутренних особенностей производства. Но вот как раз качество, надежность, как до этого и я говорила. И вместо того, чтобы вызвать какой-то реальный интерес, рассказать об ингредиенте, рассказать о каком-то необычном, необычной детали касательно продукции. Просто потребители грузят, как в советское время, в программе «Время». Своими производственными подвигами. В общем, после просмотра двух-трех таких материалов, просто уже вырабатываются аллергии на них у любого нормального человека. Потому что никому не интересно, в общем-то, по большому счету, как вы производите, если в этом нет действительно чего-то уникального. А что-то сделать уникальное на производстве, это крайне сложно. Во-первых, во-вторых, бывает крайне редко. И поэтому вот часто перегруз такой, он является абсолютно неоправданным. Фотографии технологических линий, курочек, которые пасутся на травке и так далее. И еще производитель имеет тенденцию оправдывать свои какие-то внутренние особенности. Но вот мы не можем этого сделать, потому что у нас такая структура, у нас так было всю жизнь. И так далее. Вот эти пункты советуем запомнить, что может вам помешать и чего вам, скорее всего, не хватает. И сделать так, чтобы это все-таки не стало для вас препятствием. Надо все это преодолевать. Восемь составляющих успеха в традиционном оффлайн-ритейле. Место, формат, ассортимент, атмосфера. Вот это четыре ключевых фактора. Если розница допускает ошибки именно в этих четырех моментах, то эти ошибки смогут стать критичными. Остальные 5, 6, 7 и 8, а это управление торговыми площадями, 6 презентация товара, 7 стимулирование продаж и 8 персонал и сервис. Вот это уже моменты, мы бы сказали, тактические. То есть, если вы ошиблись с форматом, а тем более с местом, то никакой мерчендайзинг, никакие специальные акции и исключительная вежливость и сервис. Песни, пляски, ничего не спасет. Но я хочу сказать, что восьмой пункт, конечно, тоже есть. Кардинально ошиблись с персоналом и персонал просто все разборовал, тоже закончится очень быстро и печально. Да, или если на хороший магазин поставили плохие кадры, вот тоже печально можно закончиться. А что мы видим сегодня во внешней среде? Мы видим, что усиливается конкуренция. Она усиливается в том числе из-за того, что появляется много магазинов очень, они ближе к покупателю, стало много торговых центров, то есть повышается обеспеченность торговыми площадями. И появилась многоканальность, когда возродились такие формы работы, как торговля на заказ и доставка товара, то есть то, что сейчас называют онлайн-торговлей. Кроме того, усилилась тенденция к многофункциональности. Сами торговые центры в настоящий момент все больше отходят от чисто торговых, превращаясь в многофункциональные центры, в которых представлены самые различные функции, начиная от физкультуры, оздоровления, фитнеса, спорта, образования и в некоторых случаях даже производственная какая-то деятельность. И сами операторы тоже, они становятся более многофункциональными. Магазины продовольственные обрастают различными кафе, столовыми даже. Появляются классы для обучения в DIY-магазинах, появляются места для встреч в книжных магазинах. Те же кафе заходят, например, в книжные магазины. Появляются магазины с ремонтом, появляются магазины с точками выдачи товара, который куплен в интернете. Появляется прокат в магазинах. То есть объекты становятся все более и более многофункциональными. Вот одно из основных факторов влияния интернет-торговли, то, что раньше у розницы были три основных камня. То есть, получается, покупатели должны были пойти или поехать в магазин, чтобы найти много товара или чтобы купить товары по низким ценам. Вот теперь все это уже не работает, потому что ради этого не надо никуда ехать. Вы можете все это дома со своим смартфоном делать. И вот поэтому сейчас магниты уже другие. То есть людей приманиваем не для того, чтобы они товары купили и тащили к себе домой, а чтобы они пришли, что-то увидели интересное, чтобы они там пообщались, покушали, решили свои проблемы, чтобы они там ознакомились опять же. Многие товары, особенно про запас, их можно просто заказать на дом. И здесь еще мы наблюдаем серьезный рост эмоционального фактора в традиционной рознице. То есть люди приходят, в том числе, и для того, чтобы получить приятные эмоции как от самого магазина, так и от процесса выбора. То есть сам выбор, он должен быть комфортным, удобным, приятным процессом. Как спорт, покупки, развлечения. И также покупатели сегодняшней, внешняя среда, покупатели ценят время. К сожалению, имеют меньше денег, в том числе свободных, как показывает статистика. Они уже стали гораздо более опытными. О магазинах знают все. И о сервисе пользуются разными каналами продаж. И в городах живут в очень интенсивном темпе. Поэтому они проявляют внимание к качеству жизни. Хотят быть здоровыми. Вот эта тенденция фреш-зож, которую мы с вами наблюдаем в последние несколько лет. Фреш, зож, крафт. Кстати, заметьте, они тоже немножко пересекаются. Вот все эти понятия. Экоактивизм. То есть здоровый образ жизни. И долголетие. Это становится такими вот серьезными ценностями. Которые необходимо учитывать. И они создают очень много возможностей. В том числе и для фирменной розницы. И вообще, что касается рынка фэшн, то здесь сейчас больше гораздо демократии, чем даже 2-3 года назад. И влияние серьезно оказывают эко-тренды. Вот это очень важный момент для производителей товаров. Эко-тренды. Они сейчас пронизывают практически все. Процесс переживает пока еще первую стадию, когда многие тренды проявляются и действия проявляются еще разрозненно. И идет процесс их слияния в единый такой эко-мейнстрим. Вот это и продукты питания более здоровые. Вы можете наблюдать вот по тому росту, который, например, у того же вкус вилла. И везде в мире эко-продукты становятся очень востребованными. Большое внимание сейчас к упаковке, к экологичности ее, к разложению, к разлагаемости упаковки. Вот то, что один из трендов, эко-трендов, это Zero Waste. Там очень много есть моментов, которые влияют на сами торговые технологии, на такие традиционные вещи, как объемное продвижение, например, эко-тренды негативно к ним относятся. И на товары в одноразовой упаковке, в пластике, они будут заменяться другими решениями. И не только упаковка типа стекла, но и те же, скажем, софт-дринги. Есть тренд на замену домашними и офисными сатураторами, например. Такой момент, как приготовление прямо на месте, в том числе это кулинария, производство, приготовление с полуфабрикатов, напитки, это все очень перспективный момент. То есть мы приближаем функцию производства к потребителю. И убираем упаковку таким образом. Потому что, я думаю, все вы обратили внимание, что периодически пропагандируются магазины без упаковки. Но там много есть спорных моментов, особенно если говорить о продуктах, которые не подвергаются горячей обработке. Но, скажем, та же кулинария, те же кафе-столовые, они представляют собой определенную альтернативу, как раз безупаковочное решение по продуктам питания. И поэтому одно из преимуществ сегодня, ваш магазин должен быть эко-френдли, то есть эко-положительным. И показывать, что он заботится об окружающей среде. Среди молодежи, кстати, как показывают исследования, эта тенденция экоактивизма очень серьезная. И может быть потребители более старшего возраста еще пока хихикают и не понимают всего этого. Стратегия в офлайн-ритейле включает четыре основных момента, не количеством, а качеством. Потому что в перспективе мы должны быть готовы к тому в ближайшие 10 лет, что торговых площадей, традиционных, их станет меньше. Это значит, что они должны быть лучше и выживут только те, которые будут реально хорошие, интересные, эмоционально активные. Хорошо расположенные, близко к покупателю. И поэтому, когда вы оцениваете работу вашей сети, то выбирайте или оставляйте, если они уже есть, только самые хорошие площадки. Вот там, где есть проблема, сомнительная локация, проблемное место, это может оказаться вашим балластом, который расходует ваши ресурсы. А третий ключевой момент – оптимизируйте формат, уточните его параметры и его целевые показатели. Это площадь, это выручка и показатели эффективности. Продажи с метра, продажи с полки и так далее. Продажи на одного работника. Продажи на работника. И обязательно поддерживайте коммуникацию с покупателями, несмотря на то, что магазин традиционный розничный, оффлайн, но также очень важны личные коммуникации. В том числе и через сети и мессенджеры. Вот у нас, кстати, на предыдущем кейсе возникло тоже очень много новых идей, в том числе вот эта идея для подруги. То есть можно же и заказ сделать заранее, и чтобы люди приходили, общались в эту пекарню и этим привлекались. Интересно, что по факту на рынках, даже обычных рынках, так часто и есть, что обычные продавцы пользуются мессенджерами для того, чтобы их постоянно могли сформировать заказ. То есть коммуникации и информационное продвижение. Вот в 2001 году мы с Кирой написали статью по информационному продвижению, когда мы обратили внимание на потенциал этого продвижения. И оказалось, что мы абсолютно правы в этом тренде. И одним из наиболее ярких проявлений информационного продвижения стала благосфера. Появились блогеры, которые рекламируют товар. Ну это понятно, да, здесь они принципиально не отличаются от СМИ. И появились блогеры, которые продают товары через онлайн-магазины. И некоторые из них уже выходят в традиционный ритейл, создают свои точки. Точки постепенно начинают увеличиваться в количестве, пытаются складываться в сетки. То есть продающий блогер, что это? По сути дела это очень квалифицированный продавец. Человек, который занимается, разбирается в своем товаре хорошо, любит его. Ему интересно работать с этим товаром. И даже он может отбирать тот товар, который ему нравится, который интересен, за который ему не будет стыдно, продвигая его. Здесь у производителя есть преимущество, потому что как раз он-то прекрасно знает всю технологию. И задача об этом интересна рассказать. Поэтому обращаем ваше внимание на информационное продвижение. Это сейчас очень важно. По нашим наблюдениям, вот несколько раз мы видели, когда в магазине продают технологи. Если у технолога более-менее речь нормально поставлена, то, как правило, в дни, когда работает технолог, в самом магазине рассказывают покупателям, показывают, продажи могут вырасти в разы. То есть, что мы и видим вот на примере блогеров тоже. Итак, вы приняли решение об открытии розничной сети. Если вы на вопрос открывать ответили «да», то встает множество вопросов дальше. Сколько магазинов, где формат, как будут они выглядеть, чем мы их наполним, кроме нашей продукции. И самый интересный вопрос – сколько у нас на все это есть денег и кто этим будет заниматься. В случае, если вы подумали, проанализировали и приняли решение не открывать, то тоже очень важно оценить, чем такое решение для вас обернется. Среднесрочные и долгосрочные последствия для бизнеса. В плане конкурентной ситуации, выхода к потребителям и охвата рынка. А подводные камни, которые вас ждут, желаем вам с ними не сталкиваться. Первое. Вначале разработали формат, потом стали искать места. Вот это ошибка просто очень часто. Каждый год мы сталкиваемся с такими проблемами. Плохое знание рынка коммерческой недвижимости. Когда вы разрабатываете формат, первоначально надо посмотреть те площадки, где вы собираетесь работать, те города, части городов или регионы и проанализировать рынок аренды. Потому что можно нафантазировать какие угодно прекрасные магазины, придумать для них концепции, дизайн. А получится, что реализовать вы вместо, скажем, 50 задуманных магазинов можете только 3. Потому что больше нет свободных площадок. Это очень частая ошибка. Очень частая у производителей она встречается гораздо чаще, чем у торговцев. Потому что торговцы, как правило, от рынка аренды и продажи не сильно отрываются. А вот у производителей беда эта есть. Следующий момент, что часто люди пытаются делать все сами. И выступать в роли и агента по недвижимости, и сам себе дизайнер, и сам себе строитель, и сам себе маркетолог. И в результате получается все достаточно посредственно. Потому что лучше все-таки привлекать всегда специалистов по разным вопросам. И людей, у которых есть определенная специализация, тогда все получается хорошо. Потому что самому универсально делать это, ну, может быть, на каком-то очень низкоконкурентном рынке это пройдет. Но, как правило, такие эксперименты, они нехорошо заканчиваются. Это очень дорого обходится делать все самому. А третий момент выясняется, что торговать-то оказывается непросто, что тут надо технологии какие-то применять. Как правило, производители убеждены, что торговля это очень простой процесс, очень простой. И здесь может каждый дурак все делать. И с такой убежденностью не мудрено, что люди очень часто прогорают и даже не могут понять, на чем именно они больше всего прожглись. По нашей статистике, по сетям фирменных магазинов, примерно 30% не справляется с арендной нагрузкой. Что это такое арендная нагрузка? Это доля арендной платы от товарооборота. То есть, по сути, даже не только не зарабатывают, но оказываются балластом. Все из-за плохих торговых технологий. А еще одна проблема – отсутствие комплектности. Например, обувь своя, сумки партнерские. И когда они закупаются, совершенно они не подходят ни по стилю, ни по коллекциям, ни по цвету. Просто сопутствующая категория сумки. И на комплексные предложения на продажи никак она не действует. Ошибка номер пять – открытие маленького количества магазинов. То есть, когда формируется сеть, сеть должна иметь определенное количество магазинов для того, чтобы расходы на центральный офис правильно раскладывались. И сдержки сети, когда раскладываются на достаточное количество магазинов, то имеют смысл. Потому что это и подготовка кадров, это и разработка дизайна, и административной должности. Все это. Если магазинов мало, то процесс получается очень дорогой. Наталья, типичная проблема специализированных магазинов, такие как сезонность и проблемы в отрасли. Я еще хочу добавить, что сетка формируется, вот критическая, это между пятью и семью магазинами. То есть, от пяти и семи, когда количество магазинов становится больше семи, то уже появляются первые задатки сети. Место – стрит-ритейл или торговый центр. Что лучше? Если у вас узкая специализация, и такой товар достаточно целевой, то есть люди за ним идут, то важно присутствовать в определенной локации. Это может быть и стрит-ритейл, это могут быть и торговые центры. В некоторых торговых центрах вам может повезти, когда сформирован составной магнит, то есть вы в нем занимаете уже свою определенную узкоспециализированную нишу, тогда вызываются покупатели, интересующиеся именно данной специализацией, их может быть немножко больше. А так, узкоспециализированные магазины очень слабо зависят от трафика, поэтому им нет смысла переплачивать за места с повышенным трафиком. Места с повышенным трафиком, они полезны, они востребованы для магазинов с массовым, с универсальным ассортиментом. Им важно сесть на трафик, пользоваться потоками торговых центров и потоками, идущими к другим арендаторам. Потому что в торговом центре потоки частично перераспределяются. То есть человек пришел за одним товаром, и достаточно велика вероятность, что он может купить и другие тоже. И торговый центр, как правило, представляет собой качественную площадку, и для магазина с массовым ассортиментом нужна именно качественная площадка, предназначенная для определенного формата. Еще два преимущества торговых центров, которые вы можете получить, это услуги от торгового центра. И форматы в торговых центрах могут быть очень разными, начиная от узкоспециализированного магазина. Кстати, когда вы заходите в торговый центр, там очень часто интересна именно узкая специализация, что несмотря на наличие конкурентов, вы можете заполнить определенную ячейку матрицы вашим ассортиментом и пользоваться сполна синергетическим эффектом. А также временная аренда, это может быть точки временной аренды. Поп-ап магазины. Кстати, хорошее тестирование для идеи своего магазина, это попробовать поработать во временном формате, в формате поп-ап магазина. Пять преимуществ работы в торговом центре, это как раз синергия, место активности, трафик. Когда вы садитесь на трафик, вынуждены в стрит-ретейле создавать его сами и работать в этом направлении. Это качественные и специально оборудованные площади, у которых будут витрины, будет нормальная высота, но в хороших, естественно, местах. И помощь в решении задач, если торговый центр может помогать вам и продавать, избавляться от остатков и, конечно же, привлекать посетителей. Почему торговцы не могут зайти на те площадки? Например, фирменная сеть выбрала некие, описала параметры расположения, и потом получается, что не могут получить эти места или получают буквально одну-две точки. Для того, чтобы зайти на хорошее место, надо очень хорошо себя презентовать, надо иметь хорошие торговые технологии, хорошую презентацию. И также иметь правильный формат. Вот здесь производителю, который говорит постоянно о себе и о своей продукции, надо сказать себе «стоп». И надо подумать, что я дам данному торговому центру, что я дам его клиентам, его потребителям в этом месте. Какой тип клиентов я охватываю, что я им могу продать, кого я могу привлечь в центр. То есть торговому центру интересна выгода, которую он от вас получит. Если это продвинутый центр, то не только та выгода, которая связана просто с арендной платой, но и дополнительные выигрыши тоже его интересуют. И кроме того, любой торговый центр заинтересован в том, чтобы приходящий к нему арендатор проработал долго. И когда арендатор поработал какое-то время, потом не смог, съехал, получается, что ухудшается репутация торгового места, сроки экспозиции начинают расти. И это неблагоприятно для центра. Поэтому если центр сомневается в том, что вы сможете долго работать, он может отказать, несмотря на то, что вы сейчас готовы платить достаточно высокую арендную плату. Иногда так бывает, что сеть растрачивает свои ресурсы на плохие площадки и не ищет, потому что нет четких критериев, нет кадров тех же. Несколько раз мы слышали, что мы наняли какого-то брокера или у нас какой-то знакомый человек, он чего-то нам пока не присылает, никаких вариантов. Или вот нас помещение интересует для магазина, а там как-то ничего не движется, и люди вот так сидят спокойно и ничего не делают, естественно. Следующий момент – это ассортимент. Основные принципы формирования ассортиментной матрицы вы видите на экране. Первые три мы обращаем внимание. Приоритет вашей продукции. А в случае узкоспециализированного магазина, ваша продукция должна составлять около 80%. А если магазин просто специализированный, то там уже могут быть разные комбинации, в том числе и такой формат, как мини-маркет, многие производители развивают. И все позиции, которые вы вводите в ассортимент, вы должны проверять, в частности сопутствующие товары, вот по этим показателям. Вопрос, который часто задают – стоит ли торговать продукцией конкурентов. То есть, коротко на него ответить, в некоторых случаях стоит, в некоторых нет. Это всегда решается конкретно по месту. Надо понимать конкретную ситуацию. А если магазин узкоспециализированный, то в этом случае конкуренты должны представлять сопутствующие товары. Например, вы торгуете тортами, и у конкурентов вы берете печенье и конфеты, те виды товара, которые вы не производите, и расширяете привлекательность. Организация торгового пространства. В нем важную роль играют брендированные элементы, которые… Все пространство должно быть фирменное, брендированное, проработанное единым дизайном. Хорошо должна быть решена зона продажи товара. Очень важную роль играют зоны дегустации или тестирования. То есть, чтобы можно было попробовать ваш товар на вкус или попробовать его в действии протестировать. Значимая это зона для презентации товаров. То есть, новинки, лидеры продаж, специальные акции от производителя. То, что надо представить, показать, продемонстрировать покупателю. И вот вопрос, а чем еще можете вы выделиться? Это организовать комбинированный формат с едой, с досугом, с мастер-классами, с какими-то зрелищами. Вот это сейчас самый перспективный формат. Именно не чисто торговый, а формат комбинированный. Вот, например, по игрушкам, сочетание игр и игрушек с детским игровым уголком. Вот это уже себя показывает, который год, очень хорошо. Еда может быть сейчас практически в любом магазине, не только в продовольственном. И мы уже привыкли и в книжных магазинах к еде. Еда – это драйвер сегодня номер один. Вот самый восходящий тренд. Имеется в виду еда вне дома, общественное питание в различных форматах. Атмосфера. Несколько компонентов. Цвета, свет, навигация. И полный спектр эмоций, который передается посредством запахов, тактильных ощущений. В том числе, очень важно, столики и стойка. А прилавок, как он будет на ощупь восприниматься? Насколько он будет светлым, приятным? Или наоборот, какой-то элемент вы хотите притянить в вашем торговом зале? Какая акустика будет в зале? Когда формируется пилотный проект, что важно? Важно понять географию, какую вы будете охватывать. Это очень важное решение. И, в принципе, мы рекомендуем не разбрасываться, особенно на первой стадии. И придерживаться какого-то определенного региона, в котором есть достаточное количество ваших потенциальных покупателей. В общем, большое внимание надо уделить будет логистике снабжения этих магазинов товаром. И в том числе и менеджерской логистики. Потом важно выбрать места, какой имидж у них будет, насколько они будут заметны. И желательно, чтобы там был высокий трафик. Дальше вы рассчитываете... На хороших местах открываем первые магазины, чтобы они такой кучкой были, чтобы вы могли их контролировать. И только хорошие места. А какое количество магазинов необходимо для пилотного проекта? Мы советуем так, неоднократно уже проверяли это, что вначале готовите первый, его открываете спокойно, на нем все отрабатываете, все косяки исправляете. На нем готовите кадры, руководящие для последующих магазинов. И потом следующий шаг, вы открываете некоторых магазинов резко, сразу за одну волну. Можете пять открыть, можете десять, это сколько у вас уже целей. И что касается сроков, вот этот период отработки первого магазина и вообще всего формата, ну где-то он, наверное, занимает от трех месяцев до полугода. И еще советуем держать всегда экспериментальную точку, на которой у вас будут все ваши новации, тестироваться, внедряться. Это должен быть магазин обязательно тоже с высоким трафиком, чтобы как можно большее количество людей могло все новинки и эксперименты попробовать на себе. И вот мы закончили, хотели сказать, что в следующем году выйдет наша новая книга. Наверное, читали наши книги проектирования магазинов, мерчендайзинг, торговая недвижимость. А книга следующая будет посвящена именно работе в торговых центрах. Она специализирована, именно будет рассказать о специфике работы, о том, как заходить в центры, какие места хорошие, как ввести отношения с управляющей компанией торгового центра. Вообще, чем торговый центр отличается от стрит-ритейла, как в нем жить, выживать, добиваться хороших результатов и как выбирать торговые центры. Что, хотели вас всех поблагодарить, если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok